Приветствую вас! И в контексте мужчины можно сказать два момента. Первый момент это то, что у него могут быть комплексы, он снялся на какие-то деятельные способности, когда выпьет, что это свидетельствует о его внутренней защитности, о его скромности, неречительности и прочее. И это, конечно, плохо для него, ему нужна помощь психолога для того, чтобы разобраться со своими комплексами, решить их и так далее. Но он, понятно, наверное, скорее всего не хочет. Второе, что можно сказать, это все просто человек такой. Такие люди бывают, многословные, скупые на эмоции, на поступки и просто может быть характер такой. И в том и в другом случае вам нужно ориентироваться на то, чего вы хотите. Первое и, наверное, самое главное, это то, что до начала нужно сказать ему. Дорогой, мне, знаешь, вот мы с тобой какое-то время общаемся, меня не устраивает вот то-то, то-то, то-то. То есть вам нужно общаться, вы любите поговорить, любите что-то объяснить, это ваше право, это ваш выбор. То-то вы имеете полное право на получение полноценной обратной связи в своих диалогах, в своем общении. Ну, если мужчина этого не делает, если мужчина вам этого не дает, не отвечает вам заимностью, как вам хочется, то это проблема. И прежде чем предпринимать какие-то поступки, вы ему скажите, вот, и въявите ему свои желания. Можете даже на бумажке написать, вот по пунктам, что вам не нравится, и скажите ему это. И пусть он вам скажет тоже, что ему не нравится, может быть, тоже какие-то моменты есть, которые классики его зажимают. Ну, знаешь честно, нужна попытка поговорить. Далее, вот, обычно вы поговорили, и при самом лучшем раскладе мужчина скажет вам, хорошо, я постараюсь измениться. Вот тут вам нужно перестать проявлять инициативу. Позвольте человеку самостоятельно проявлять инициативу. Как мужчин. Потому что, эээ, женщина это, в конце концов, та, кого мужчина завоевывает. Ну, и ничего не хорошего в том, что вы постоянно проявляете инициативу. Я думаю, это понятно. Вот пусть мужчина и покажет, насколько он понял, что вы ему сказали. Пусть проявляет инициативу. Значит, допустим себе такой вариант, что инициативу он не проявил. То есть, все осталось как и прежде. Ну, то есть, что-то где-то попытался, как-то, эээ, попробовал, но в итоге хорошего ничего не получилось и все вернулся обратно на круги свои. Тогда обращаемся к другому варианту, к другому средству. Вот мужчина говорит, что он вас любит. Если любит, может дорожить вами и не хочет вас терять. В общем, я уже молчу про то, что когда любишь и хочешь сделать человека счастливым, если вы четко сказали, что вам нужно для счастья, а мужчина этого не делает, то это, как минимум, первый звоночек. Ну, мы об этом пока не будем. Ибо тут все-таки еще и характер человека нужно учитывать. Ладно. Если он вас любит, значит, боится потеряться. Хорошо. Вот на это и постараемся надавить. Что это? Не хочет обняться? Не надо. Не хочет время вместе проводить? Не надо. Не хочет вам внимания уделять? Не надо. Вы найдете того, кто будет это делать. Именно так вот ему стоит намекнуть. Что я скучаю, и я не собираюсь тебя ждать все время. То есть мне хочется проводить время. Мне хочется уделиться. Я молодая. У меня как бы есть желание. И я не буду вечно сидеть и ждать, пока ты позволишь ко мне увидеться. Вот сказали, посмотрели на его реакцию. И далее занимаем выжидательную позицию. Будете что-то делать или нет. Допустим, ничего-ничего не делать. То есть слова остались только словами. Хорошо. Тогда начинаем реально совершать поступки в исполнении этих слов. То есть начинаем гулять без него. Сейчас с другими мужчинами. Сейчас с ним и так далее. Смотрим на его поведение. Если чувства у него к вам есть, и они искренние. То мужчина примет деятельность, чтобы вас обратно завоевать. Чтобы вернуть в ваше расположение. Он боится вас потерять. И это спровоцирует его на поступки. Если искренних чувств к вам у него нет, то на вас посыпятся обвинения. На вас посыпятся оскорбления и так далее. Подозрения, претензии и прочее. Ну и понятно, что в этом случае ни о каких отношениях речь быть не может. И вот таким поведением вы сможете для себя объяснить, как вам поступать. И рассчитывать ли на него как на мужчину в своей жизни. Либо нет. Ну и если разговор у вас зайдет случайно в процесс того, что вам не нравится. Он скажет, что я не могу тебе дать того, что ты хочешь. Потому что вот у меня такой характер, я вот стесняюсь всегда. Тогда вам обязательно обязательно посоветовать ему обратиться к психологу. Чтобы он свои комплексы проработал. Чтобы он свои страхи убрал. И тогда ему будет легче. И сделать ему нудь на это опять таки как бы для вас. То есть если он вас любит, он на это пойдет. А если вот ему своя жизнь, допустим, своя жизнь его устраивает полностью, то он не будет для вас этого делать. Ну и простите, если он не будет для вас этого делать, значит и чувств к вам у него сильных нет. Ведь мужчина ради любимой женщины готов на все, верно? Раз он этого не делает, значит недостаточно сильно любит. А это означает, что вы так и будете при прочих равных условиях, вы так и будете постоянным инициатором отношений. Что безусловно, по горе вам никакой не сделать. На этом все. Надеюсь, что помог у вас. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok